Почему в Чечне строятся парки, а не заводы-фабрики? Я бы... Вопросы с парками, их бы проводил бы, значит, сравнение, аналогию не с заводами. Это немножко неправильно, потому что парки, они не дают какой-либо общей... Ну, это не промышленность, да? Тумсо, что стало с чеченцами? Почему молодежь выглядит уже хипстерой в дурацких шапочках и очках? Это же потомки тех самых легендарных и бесстрашных воинов. В Чечне только кадыровцы и хипстеры остались. Но это молодежь. Артем, привет, Тумсо. Хочу услышать твое развернутое мнение про Буданова. Кто он для тебя? Он насиловал Эльзу Фунгаеву. Артем, привет. Ну, кто он может быть для меня? Для меня это мой враг. Это мой личный враг. Это враг народа, это враг умы. Думаю, этого достаточно, все, что нужно о нем знать. Тумсо, как думаешь, монетизация халяль, учитывая, что там могут показывать храмную рекламу, даже если заблокируешь все храмные категории в AdSense? То, что от тебя уже не зависит, я на это смотрю как на вопрос работы. Ты приходишь на работу в офис, и там же есть много таких моментов, которые в исламе считаются недозволенными, как смешивание полов и прочие моменты. Но когда ты не можешь этого избежать, ты работаешь. И это как бы твоя вынужденность. Здесь я на это смотрю точно так же. То есть это то, что я своими силами не могу это никак исправить. Поэтому я считаю, что это как вынужденность. Тумсо, вопрос по Турции. Эрдоган теряет рейтинг из-за падения лиры. Как вы думаете, может ли он развязать войну на Кипре для отвлечения народа Турции от внутренних проблем? Слушайте, мы сейчас уже переходим к теориям. То есть может ли в теории такое произойти? В теории вообще это возможно. То есть с математической точки зрения исключать этого нельзя. Однако, произойдет ли подобное? Пойдет ли оно такое? Ну, не знаю. Мне кажется, нет. По поводу падения лиры, я вот смотрел недавно статистику. Там у них снова лира немного поднялась, укрепилась. И я так понимаю, это связано с тем, что они пытаются сейчас легализовать криптовалюту на территории Турции. И мне кажется, это очень такой серьезный полезный шаг для Турции. Да и вообще для всех, наверное, в этом мире. Так как, как вы знаете, допустим, Китай запретил криптовалюту. Это у них теперь уголовная ответственность. А представьте, сколько там держателей криптовалют, то есть какие капиталы там есть в Китае. И этим людям, разумеется, надо куда-то выводить или уезжать оттуда. И вот для них сейчас появилась Турция. То есть она становится привлекательной для таких богатых людей. Это, конечно же, будет вливание в турецкую экономику. То есть в целом это, я думаю, такой хороший ход. Хороший экономический и политический ход. В России вообще оставили кого-нибудь из правозащитников легальных, неправительственных? Не назвав его иностранным агентом, наверное, имеешь в виду. По-моему, нет. Мемориал вообще ликвидировали. Комитет против пыток это иностранные агенты. Отдельные какие-то правозащитники, они тоже все иностранные агенты. Гражданское содействие. Короче, все иностранные агенты. Я не знаю ни одной правозащитной организации, которая была бы не признана иноагентом. Почему в Чечне строятся парки, а не заводы-фабрики? Я бы... Вопросы с парками, их бы проводил бы, значит, сравнение, аналогию не с заводами. Это немножко неправильно, потому что парки, они не дают какой-либо вообще... Ну, это не промышленность, да? Парки, они в принципе... Вот парки, надо, наверное, проводить аналогию. Почему парк, а не там жилой комплекс? Допустим, вот так надо ставить. Вот лучше, чем парк здесь, лучше бы построили бы, например, несколько многоэтажных домов. Или наоборот, чем вот эти вот несколько многоэтажных домов, лучше бы здесь построили бы парк или сквер. В этом ключе должен проходить спор. А вот с заводами здесь правильнее будет спросить, почему строятся рестораны, какие-то дома торжеств повсеместно. У нас они раскинуты по всему городу. Ну и по таким нашим крупным городам. Надо сказать вообще, что у нас чеченцы, в принципе, преуспели в этом бизнесе. Я хочу отметить. Сейчас вот поездив по странам Европы, я респектую чеченцам, рестораторам. Реально у нас в Чечне очень крутые рестораны. Да, в Европе нет ничего подобного. Я отвечаю. То есть здесь, в Европе, ресторан это нечто, знаете, пришел там, покушал, ушел. В Чечне ресторан это ты можешь, ты туда приходишь отдыхать, ты приходишь там жить. Это очень как бы атмосфера, уют, все там создают. Очень круто. Не говоря уже там о самой кухне. Но почему у нас повсеместно строятся эти дома торжеств, рестораны, плюс всякие салоны красоты и парикмахерские, но они строятся, не строятся заводы, какие-то фабрики. Вот это серьезный вопрос. Потому что для них, для Кадырова, для них достаточно этого. Эти дома торжеств, рестораны, это места, куда они смогут приходить и тратить деньги, которые у них есть. У народа их нет, у них есть. Они смогут там тратить деньги, отдыхать. Там же эти же рестораны будут принадлежать их людям, аффилированным с ними. Работать там будут также их люди. То есть в целом это для них, это нормально. Они свою жизнь, такую внутреннюю экономику у себя создают. Капиталы у них крутятся вот так между собой. Эта экономика работает чисто тренинг, но народ в этой экономике не участвует, потому что у людей нет денег посещать эти рестораны, справлять свои свадьбы в этих домах. Торжеств у людей этого всего нет. Поэтому здесь, да, конечно, для людей было бы полезно, если бы создавалась какая-то промышленность. Чтобы строить фабрики, нужно иметь грамотное население. Даймер не построит фабрику там, где детей учат не физики и математики, а учат религии. Отчасти права, но я бы здесь сказал не религию, вот это оставил, потому что как раз таки обучение религии подразумевает обучение и всем наукам. Религия побуждает к обучению именно, к научному развитию. То есть проблема здесь, если мы говорим о Чечне, проблема не в том, что там учат, учили бы там лучше религию. В Чечне сейчас проблема в том, что религии не учат. Вообще нет правильных знаний, не дают правильные убеждения. Если бы в Чечне учили религии, то молодежь в Чечне, она бы сейчас не стремилась выступать в ММА. Не в спортзалах, где-то повсеместно все сидели бы, мечтая побить там рекорд Хабиба Нурмагомедова или еще там кого-то. А они бы как раз таки изучали бы физику, математику, астрономию, астрофизику, высокие технологии и так далее. Развивались бы в этом направлении. То есть отчасти, конечно, было правильно, но здесь чувствуется некая исламофобия. То есть у людей все завязано с ненавистью к исламу. Типа вот там религия делала. Как раз таки проблема в отсутствии там религии, в отсутствии обучения религии. Из-за того, что там в Чечне навязывается культ силы, культ вот этого ММА. То есть вот если ты боец, то ты успешен. Ты победишь там где-нибудь соревнования, вот тебе подарят машину, у тебя будет квартира, высотки, все там, ты будешь популярен. Известен, ты будешь востребован. Это успех. А разумеется, любой молодой человек, он стремится к успеху. Да и не только молодой. В принципе, человек, он устроен так, он стремится к успеху. И пока ты не сделаешь так, что знание это успех, что ты, значит, что-то создал там какую-нибудь, я не знаю, защитил там какую-нибудь теорию или выиграл какую-то олимпиаду по математике и так далее. Вот тебе машина, квартира. Вот за знание тебя поощряют, пока вот это не появится. И это не значит, что мы не должны как бы спорт поощрять. Да, пожалуйста, спорт тоже поощряй. Но делай это параллельно, а не отдельно. Не выделяй именно спорт. Вот тогда будут люди, будет знание. Но еще и вопрос с промышленностью, он все-таки не обязательно завязан на вот эту науку, о которой мы говорим. Во-первых, промышленность бывает и не обязательно высокая там какая-то научная. Она может быть и не какой-то высоконаучной. И она будет востребована. Это все-таки то, что нужно для экономики, для того, чтобы у людей были рабочие места. И вообще, чтобы республика была самодостаточной. Я думаю, Кремль целенаправленно поощряет эту политику, а где-то, может быть, даже препятствует строительству, промышленности. Чтобы республики Северного Кавказа были постоянно зависимы от дотаций. Это предотвращает их стремление к свободе, к независимости. Это какие-то сепаратистские настроения исключает. То есть, все больше и больше людей говорят, а что мы будем делать, а вот если не будет денег. То есть, постоянно вот этот вопрос возникает. А если мы будем самодостаточными, то все больше и больше людей будут думать о том, ну а зачем нам эти дотации? У нас все есть, мы сами в состоянии. Я думаю, нам специально не дают почувствовать себя самодостаточными. Тумсо, что стало с чеченцами? Почему молодежи выглядят уже хипстеры в дурацких шапочках и очках? Это же потомки тех самых легендарных и бесстрашных воинов. В Чечне только кадыровцы и хипстеры остались. Но это молодежь. Молодежь всегда будет следовать каким-то трендам. Тем более, сегодня век глобальной информатизации, когда есть интернет, когда есть тренды ТикТок, есть Ютуб. Невозможно избежать вот этого следования трендам. Молодежь, конечно, будет. Если мы в 90-х умудрялись, не имея вот этого выхода в глобальный мир, мы умудрялись следовать каким-то трендам. Были рокерами, слушали Нирвану, Металлику, Айрон Майдан, потом Продиджи у нас в конце 90-х пошло. То есть это все как-то проникало к нам. Я сам лично коллекционировал кассеты Нирваны, увлекался этой темой. Я когда-то вообще мечтал играть на бас-гитаре и давать концерт. Это молодой человек, он подвержен вот этому влиянию. Я не думаю, что нужно как-то вот радикально сейчас пытаться с этим бороться. Это все временные явления. Да, кто-то, конечно, дальше на этой волне уйдет, но это будет мало людей. Большинство этим переболеет в подростковом возрасте. Это все, ты переболеешь, это пройдет. И дальше у тебя начнется серьезная жизнь, совершенно другие увлечения. Так что я лично не сильно заморачиваюсь по этим вопросам, так как сам это все прожил, пережил. Я помню, как сильно по этому поводу меня переживали мои родители, постоянный ругань. Общество как-то в целом на это смотрело, но переболели. Из тех моих сверстников, которые были также на этих различных волнах молодежных, сегодня нет ни одного, кто бы сохранил эту волну, кто стал бы там музыкантом, давал бы сегодня рок-концерты. Среди моих сверстников, моих одноклассников, друзей нет таких. Так что не стоит по этому поводу сильно переживать, я думаю. Субтитры сделал DimaTorzok